По поводу премии мира, насколько вероятно, что Трамп может получить таковую? Я абсолютно уверен, что не только Трамп, но и Ким Чен Ын получат вдвоем Нобелевскую премию мира. И это тоже наверняка проговаривалось во время предварительных консультаций Ким Чен Ына с Помпео, госсекретарем США и с Трампом. Очень прагматичный подход американцев. Они разложили все за и против. Я уверен, что на большом листе бумаги написали плюсы и минусы. Допустим, корейцы ведут себя так же нагло, как и ведут, а ведут они не на пустом месте себя нагло, потому что там и Китай, там и Россия участвует. Насколько мне говорили мои друзья из британской разведки, там есть следы даже Украины в ядерной программе. Я, может, какие-то вещи сейчас говорю, которые кому-то будет слышать неприятно, но есть, как мне они сказали, есть следы Украины в ядерной программе Северной Кореи. Конечно, контрабанда и так далее, но тем не менее, украинский след там тоже присутствует. Поэтому, учитывая, что у этого парня 27-летнего, да, или 6-летнего, 26-летнего в руках ядерная игрушка, да, не полной мощности, но с претензией на, в общем-то, какие-то неудобства, не для США, конечно, а для Южной Кореи, для Японии, потому что Сеул-то рядом и Япония недалеко, то американцы подумали и посчитали, потому что все надо считать. Допустим, мы их бомбим. Что это принесет? Плюсы-минусы. А, допустим, мы их покупаем. Что это принесет? Плюсы-минусы. Я уверен, что было именно так, и в результате покупка обошлась дешевле и спокойнее, чем бомбежка. Поэтому был выбран этот путь. Ким Чен Ын вытащил счастливый лотерейный билет, чего не мог вытащить ни его дедушка Ким Ир Сен, ни его папа Ким Чен Ир. Вот. В виде преференции со стороны Соединенных Штатов Америки. Могло ли присниться вот этому пухленькому, такому, разовощокому 26-летнему парню, что 72-летний президент Соединенных Штатов будет лично приезжать, лично обнимать его, говорить о нем комплименты. Но чего не сделаешь ради результата. Результат, я думаю, будет достигнут. Я думаю, что Ким Чен Ын получит небывалые личные преференции в виде денежек. Я думаю, что Кореи объединятся, и больше с корейского полуострова угроза войны не будет исходить ни для одной страны мира. Плюс Нобелевская премия мира. Обоим. Обоим. Хорошо. По поводу финансовых каких-то вознаграждений. Это были какие-то инвестиционные программы, возможные в Северную Корею? Или это просто страна, которая печатает доллары, говорит, Дорогой, уважаемый Ким, вот тебе 4 триллиона свеженапечатанных американских условных день. Сколько-то, много денег. Я думаю, что на Южную Корею повесят реформирование северокорейской экономики, что южные корейцы сделают блестяще, как сделали немцы западные по отношению к немцам восточным. Южные корейцы очень трудолюбивые, очень оснащенные передовыми мировыми технологиями. У них очень богатые, самые крутые фирмы. Я думаю, в два счета Северная Корея начнет делать большие рывки, большой рывок вперед. Что касается Ким Чен Ина, я совершенно уверен, что в надежных проверенных банках на его счета лягут круглые суммы. И он будет, может быть, даже останется какое-то время президентом Северной Кореи. Ну а потом после слияния будет доживать свой век где-нибудь на Багамских островах или в Майами, окруженный огромным количеством телохранителей, поваров, прислуги, с огромными счетами в проверенных правильных банках, радующейся жизни со своей женой Соль, а не исключено и с другими певицами и танцовщицами ансамбля песни и пляски корей. А что мешает ему сейчас? Жить припеваючи, быть человеком номер один? У него не получится жить припеваючи, потому что дядюшка Сэм в лице Дональда Трампа и не обязательно Дональда Трампа ему скажет, послушай, парень, ну ты давай не переходи черту. Тебе же по-хорошему говорят, тебе дают деньги, ты будешь радоваться жизни. Или мы тебе не дадим ничего и просто тебя к чертовой матери разбомбим. Тебя не будет. Ты понимаешь нормальный человеческий язык? Тебя лично не будет. А так ты будешь и с деньгами. Выбирай. Жизнь это выбор. Ну знаете, бомбить тоже страну с ядерной кнопкой достаточно ответственное решение. Для американцев это очень хорошая тренировка. Это возможность вытянуть из бюджета Соединенных Штатов огромные деньги на военно-промышленный комплекс. Я думаю, что ВПК Соединенных Штатов был за бомбежку, потому что это всегда здорово. Ну что, бомбили Югославию, бомбили Кувейт, бомбили Ирак вернее. Ну какие проблемы? Спасибо.